Давай с тобой забьемся, но я раздаю нашим подписчикам 100 бургеров. Если вы не делаете, то раздаете вы. Мы через две недели в прямом эфире выберем трех счастливчиков, как правильно снимать, как лучше делать фотографии. В этом выпуске все будет происходить и сниматься на обычном мобильном телефоне. Самое главное, мобильность, и никто на тебя странно не смотрит. Ты просто ходишь с телефоном, снимаешь, все. На самом деле можно заработать гораздо больше. Для того, чтобы вы правильно фоткали, допустим, себя, друзей, знакомых, близких, хотя бы это, на этом можно будет еще и заработать. Обними маму. За 7 дней научат вас правильно фотографировать на телефон. На этом можно будет еще и заработать. Как, каким образом вы увидите в этом выпуске. Во второй части выпуска я познакомлю вас с ребятами, которые занимаются продюсированием онлайн-школ. Онлайн-школа – это тренд этого года. Поэтому я не могу пойти стороной. Но дело в том, что во время полета у нас с ними возник спор. От этого спора выигрываете только вы. Потому как либо я, либо они. В случае проигрыша мы раздаем бесплатно 100 бургеров. Ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся в конце выпусков. Погнали. Просто иногда бывают очень классные моменты, когда ты идешь где-то и видишь прикольный момент. Вот мы идем, коридор прикольно смотрится. Ну, какой-то он такой таинственный и все такое. Можно сделать достаточно мрачную фотку, так как мы в основном мужики, да, кто смотрит канал. Поэтому будет очень прикольно. И я ориентируюсь на световой участок. Вот здесь видите светло, а там темно. И поэтому здесь будет хороший свет, и мы сделаем достаточно прикольный снимок. Еще, 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 еще. Ну, то есть он такой становится прям уже каким-то убийцей. В карман. Вот в этот, да. И, да, отлично. Уф. Делаем так, чтобы головешка была в квадрате в этом. Не обязательно только по центру располагать мужика. Можно чуть-чуть-чуть-чуть баловаться. На телефон, кстати, удобно снимать, чтобы ты не паришься, стоишь и снимаешь очень много. Бандитская картинка, но, блин, пацанам нравится. Кстати, ребят, фотки эти будут у меня через несколько дней в Инстаграме. Поэтому заходите, сравните с теми фотками, которые у меня были. Мне кажется, будет небо и земля. Во-первых, специфика, тематика будет немного отличаться. Во-вторых, по качеству, да и кто это делал. Смотрится очень прикольно. Если вы юный рейпер, это то, что нужно для вас. Ты перешел из разряда специальной техники. Ты обменял ее на смартфон. И стал фоткать качественные, действительно охрененные фотографии на смартфон. Многие думают, что дело в телефоне, на который ты снимаешь, но дело-то в композиции, в эмоциях или еще в каких-то вещах. Можно и на кусок говна снять хорошо. Вот если бабушке сказать, типа, включи компьютер, она говорит, я не знаю, и она будет сопротивляться. Вот так же люди фотографии часто сопротивляются. Типа, да у меня не получается. Да блин, ты просто попробуй. А на телефон снимать, да блин, это сплошное удовольствие. Ты просто смотришь, ты видишь мир, начинаешь видеть мир по-другому. Ты кайфуешь, ты видишься к этому. Вот я на тебе сижу, вижу свет Рембрандт, например. Кайф, хочу сфотать. Этого можно как-то обучиться? Да, это очень все просто. Но сколько на это времени потребуется? Здесь, конечно, зависит от очень многих факторов. Да, от личностных качеств, то есть от вкуса и так далее. Но мы делаем курс, который по мобильной фотографии, собственно, он длится у нас 7 дней. Я привык какие-то челленджи делать на канале. Давай сделаем так. 7 дней у тебя длится курс, да? Ребята, у меня в Инстаграме, ну, уйма фотографий, ну, как уйма, штук 30, наверное, разных. Давай сделаем проще. Я пройду твой курс 7 дней. Так. После этого вы посмотрите, насколько длина из качества фотографии. Можем сделать так? Ладно. На личном опыте, на личном примере, чтобы не быть голословным. Хорошо. Все, есть. Продолжаем дальше. Так вот, для чего ты меня позвал. Одна из причин. Шучу. Давайте, это сейчас пришла мысль такая в голову. Круто, круто, давай. Конечно, круто. Я бы насчет Инстаграм фотографий. Это по-любому очень сильно востребовано. Да, вот люди проходят курсы, они начинают фотографировать, делать какие-то результаты. Насколько это сейчас актуально? То есть, сейчас Инстаграм, это, грубо говоря, цифровка нашей личности в интернете. То есть, уже нет смысла ему сопротивляться. Если ты сопротивляешься, значит, ты как бы, ну, типа, все, стал дедом. Это самая актуальная сейчас социальная сеть. И даже если она сломается или еще что-то, то есть, это все, это уже не изменится. Это так воспринимает мир теперь людей. То есть, если ты не в соцмедиа, да, вот этих всяких, то ты все, ты пропал. Поэтому это супер актуально. Если ты, есть простая такая формула, да, картинка в Инстаграме это твое лицо, а текст в Инстаграме это твой рот. Подожди, давай вот так сделаем. Это дело с приколами. Ладно, зайдет ясно, не вижу. Есть несколько супер важных, простых правил, как сделать. Есть первый момент. Нам нужно сделать так, чтобы основной объект съемки всегда выделялся. Ну, то есть, чтобы мы, понятно, чтобы зритель смотрел и он понимал, куда он смотрит. Для этого есть много сложных слов в композиции, но мы сделаем очень просто. Здесь очень простая схема. У тебя светится голова на фоне темной стены. Это то, что нам нужно. Мы подошли к окну, все круто. Второй момент. Нам нужно сделать так, чтобы твоя поза не выглядела глупо. Я знаю, что в основном подписчики мужики, и это самая большая проблема мужиков, это фотографироваться. И она решается очень просто. Нужно просто начать взаимодействовать с локацией. Что это значит? То есть, условно говоря, даже я стою, я стою лучше, чем ты, да? Я как на паспорт. Да. А все мужики, ты сейчас возьмешь камеру, будешь меня фотографировать, я так встану. Ну, то есть, это у нас рефлекторно мы некрасивые. Важный момент, что я поставил кемрана чуть-чуть дальше от окна, чтобы вот здесь света больше шло. А накинь капюшон. Я объясню, почему. Не, лучше бы не накидывал. Есть очень важный момент по поводу композиции, да? То есть, супер легко на самом деле отслеживать то, как это работает. Если мы видим объект, нам просто можем его контролировать по объекту. Вот там лишняя хрень появилась сверху, мы ее просто убираем. То есть, нужно просто смотреть, ничего думать не надо. Вот здесь появляется какое-то дополнительное, там какая-то красная херня, мы ее просто убираем, да? Все очень просто. И вот у нас получается какая-то картинка. Как романтично. Понятно, да? То есть, когда так я фотографирую, ноги у нас типа не очень интересно. А так мы перевернули, оп, и уже по-царски. Я пользуюсь WSCO. Самое стандартное приложение, которое трюком, мне кажется, может быть. И сейчас мы сделаем пацанскую картинку. Очень просто, да? У нас есть полосочки какие-то геометричные, которые не отвлекают, да? Здесь долго смотреть на них не будешь. Здесь какая-то херня, которую смотреть не будешь, да? И есть явно выделенное лицо на светлом фоне, ой, на темном фоне. Мы на него смотрим. Есть понятное действие. Чувак облокачивается на стену, да? И смотрит в окно. Друзья, ребята занимаются протестированием онлайн-школ. Сегодня, кстати, день рождения у Дмитрия. Можете его поздравить в комментариях. Ребят, у меня такой вопрос. Что такое онлайн-образование, продюсирование онлайн-образования? Насколько это сейчас находится на ПИДе? Онлайн-школы, они подобны этому вертолету. Они в дископе масштабируются, они приносят быстрые результаты. У них нет никаких препятствий в виде того, что у вас нет сейчас бюджета. Можно и без бюджета начинать в нашем сфере? То есть, грубо говоря, если я умею играть на гитаре, я могу обратиться к продюсерам, вы упакуете полностью, и после этого мы можем генерить трафик, я могу через вебинары какие-то продавать. Это правильно? Да. То есть ты умеешь играть на гитаре, в этом твой талант, в этом тебе спец. Мы в этом не спецы. Нам это не обязательно. Но мы спецы в трафике, в воронках, и там не наш кейс, это подошло вам. Мы сделаем за один вечер 1,7 миллиона рублей. За один вечер? Да, потому что автор сам по себе был известен в своей теме. Поэтому, если вы планируете стать продюсерами, и хотите начинать, мы советуем начинать с теми авторами, у которых есть уже какая-либо... Так, стоп, стоп, стоп. Я не верю, как это за один вечер можно сделать 1,7 миллиона. Все очень просто. Так, подожди, давайте докажете это. Так. У меня просто сейчас родилась идея. Давай с тобой забьемся. Давай доведем одного из подписчиков до результата. Поспорим с вами. Если сделаете результат, ну, будет здорово. Не сделайте, забьемся, к примеру. Я не знаю... А какой результат именно? Я не знаю, во сколько раз можно приумножить. Ну, максимально мы приумножали их в 15. То есть, набоженные 10 тысяч рублей в отрезка 50 тысяч. Давай сделаем проще. Умножьте на 3. Если умножьте на 3, ну, я раздаю нашим подписчикам 100 бургеров. Если вы не делаете, именно умножайте на 3, то раздаете вы 100 бургеров бесплатно нашим подписчикам. Да. Договорились? Хорошо. Договорились. Только единственное устроение подписчиков в Москве будет. Давай так. Перебивай. Согласны? Перебивай. Тогда мы сейчас приземляемся и идем снимать там полноценный выпуск с вами. А мы тогда интегрируемся обратно в выпуск. Этот выпуск полноценный, ждите в следующий понедельник, ребята. Плюс мы выберем подписчика, проведем конкурс, выберем подписчика и доведем его пошагово до результата. Вернее, ребята доведут до результата. И мы будем в каждом выпуске показывать пошагово, как они это делают, чтобы вы смогли за этим повторить. Вот мы сейчас переместились на улицу. Локация здесь, скажем так, мягко не ахти. Сереж, покажи, пожалуйста. И то, я думаю, здесь мы сделаем нормальную фотку. Иногда нужно сделать фотографию клевую. Ну, там срочно, не знаю, отправить куда-нибудь на Tinder или куда вы там отправляете все. А локация говнецо, поэтому можно просто использовать какую-то плоскую стену. Давай вот здесь вот рядом встань. Все. И по классике взаимодействуем с локацией. Взаимодействие. Просто облокотись. Руки можешь в карманы засунуть, так, чтобы руки не должны висеть никогда. То есть, да, все, кайф. Здесь важный момент. Я беру землю, потом полосу по центру и сверху, так, чтобы у нас были... Фотография была разделена на зону, так поинтереснее воспринимается, чем мы просто, ну, морду сфотаем. Поэтому так смотрится очень прикольно. Очень простой момент в позировании, да, то есть, это, ну, реально проблема большая. Когда мы начинаем позировать, мы, правда, вот опускаем. Кеморан идеальная модель с точки зрения, как мне нужно делать. Ну, потому что это реально рефлекторно срабатывает у всех. Здесь у него протокольное лицо, как будто бы он, ну, реально в розыске. Поэтому нам нужно сделать чуть более веселую штуку. А так можешь что-нибудь либо ляпнуть, либо камень в него кинуть, да, и тогда у него вызовется эмоция, и получится что-то хорошее. Кстати, часто срабатывает, когда ты сам улыбаешься, люди не выдерживают и улыбаются. Но с кемораном так не пройдет. Мутный тип. Дим, насколько я понял, на этом можно, в принципе, неважно, где ты находишься, в Москве или в регионах, ну, зарабатывать. Потому как научился правильно, четко фоткать на мобильный телефон. Преимуществ гораздо больше, чем у обычного фотоаппарата. Очень много блогеров, да, обычных людей, которые вызывают фотографов на час-два походить, сделать съемки. Это стоит, я знаю, на обычный фотик порядка трех-четырех тысяч рублей, там, два-три часа. Ты можешь предложить на свой мобильный телефон, да, поснимать час-два и за это взять тысячу-две тысячи рублей. Если в день у тебя, ну, к примеру, там, один-два заказа, то, в принципе, за месяц можно достаточно неплохо на этом заработать. И неважно, где ты находишься, в Москве, в регионе, так ли это? И в чем все-таки преимущество мобильного телефона по сравнению с фотиком? На самом деле, можно заработать гораздо больше. Единственное, что нужно зайти не со стороны, что ты сначала всем говоришь, типа, я снимаю на мобильный телефон ходить, а сначала прийти на снимать клевых картинок на телефон и потом говорить, типа, чуваки, я занимаюсь вот таким видом деятельности, что я классно снимаю, типа, для Инстаграма. И все такие, типа, типа, чего? Ты показываешь картинки, все классно. Ты приходишь на съемку с телефоном, все такие, типа, почему с телефоном? Ну, потому что это классно, я фотки вам сегодня отдам. Ну, то есть, скорость обработки, да, моментально. Я сегодня, прямо через 20 минут, я отдам фотки. И они будут клевые и многим не уступать по качеству, да, то есть, и люди будут точно довольны и счастливы. Моментально. Для блогеров очень нужна быстрая отдача фотографий. На фотоаппарат, плюс, хороший будет стоить достаточно дорого, плюс объектив, это будет в разы дороже, чем мобильный телефон, ну, назовем образом, iPhone 6, 7. Самое главное, мобильность, и никто на тебя странно не смотрит. Ты просто ходишь с телефоном, снимаешь, все. С телефоном удобно, что можно лазить где угодно, в отличие от оператора, да, который... Вот, сейчас будет дичь. И сейчас я не сильно близко приближаюсь к Кемрану, потому что хочу запечатлеть больше композиции и будет смотреться очень прикольно. Ну, то есть, такое, типа, уже что-то околоблогерское, такое прикольное, какая-то стильная картинка, если будет такой Инстаграм, и ты, например, не знаю, убиваешь людей или что-то там делаешь, будет смотреться очень прикольно. Вроде бы все просто. Ну, можно, опять же, там, типа, необязательно делать черно-белые снимки, да, можно делать цветные, они тоже смотрятся охеренно. Дим, давай тогда, может быть, разыграем среди наших подписчиков одно место на прохождении твоего курса по Инстаграм-фотографиям. И потом уже проверим, как ты человек снимал до и после. Ну, как я у себя. И уже... Сколько я уже призов тебе отдал? Ты сам проходишь. Сам прохожу. Я уже пофотал у вас. Конечно, давай, да хоть три. Блин, давайте три. Ребят, условия самые простые. Нужно подписаться на наш YouTube-канал, поставить колокольчик, поставить лайк под этим видео, в комментах написать «Хочу курс, давай снимай» и поделиться этим видео у себя в соцсетях. Мы через две недели в прямом эфире выберем трех счастливчиков и курс вы сможете пройти как раз после новогодних праздников, в начале января, да, это будет курс? Да. Ровно семь дней погрузитесь, как правильно снимать, как лучше делать фотографии, портретные на улице, не на улице, более детально уже Дима расскажет. Но курс, я надеюсь, будет просто бомбический, потому что я его сам буду тоже проходить. Желаю всем удачи. Важный, кстати, момент, что курс, он не такой нудный, знаешь, как типа «Ну вот давайте мы выберем композицию». Нет, он веселый, я там и... Видишь, даже она говорит, что хорошо, что очень весело, прикольно, я простыми словами объясняю, как это делать. И даже если вы, не знаю, туповатый, то вы поймете все и сделаете. Давай тогда коснемся селфи немножко. Я видел, у тебя пост есть отдельно на эту тему, но тем не менее, самые азы, вот как правильно сделать селфи, потому что не все могут делать друг другу качественные фотографии. Бывает такое, что я себя лучше фоткану, чем у меня кто-то. Одна из ключевых вещей это свет. Многие не знают, как работает свет, а есть очень простая история. Можно просто выставить свет таким образом, чтобы какая-то из сторон была просто чуть-чуть темнее. Вообще мужиков, конечно, лучше снимать либо сидя, либо еще как-то. Девочки красиво одеваются, эффектно, у них композиция, одежда совсем другая. Мы же с тобой выглядим как... Ну, ладно, не будем говорить так. И поэтому у нас сложно целиком снимать. Лучше снимать гораздо... Сидячие какие-то портреты, когда мы закрываем композицию руками. Ну, то есть, вот как мы вначале делали. Гораздо эффективнее, гораздо интереснее смотрится. Ноги у мужиков это отдельная беда, поэтому лучше тупо избегать этого. Если вы красавчик с ногами, с какими-то там, типа, как, не знаю, антилопы, то ради бога. Идея в том, что я выбрал участок, который светится и оградил себя от другого света, чтобы свет падал просто сбоку мне на лицо. Таким образом, глаза правильно... Ну, блики на глазах блестят, да, и какие-то тенюшки образуются. Поэтому я могу вводить камеры, да, и находить здесь более правильно удачный ракурс. Скомпоновать кадр так, чтобы ничего лишнего не было. Вот видите, сверху уголок начинается, он чуть-чуть мешает. И вот таким образом, если сделать, получится достаточно прикольно. В кадре нет ничего лишнего, есть только красный цвет, желтая морда, да, и какой-то бэкграунд. Нет ничего лишнего. Важный момент, почему я использую, например, часто худи всякие, да, и так далее, потому что вся кожа светится у человека. Ну, не в смысле, что сама светится, да, но она отражает очень много света, поэтому чаще всего их проще закрывать либо кардиганами, пальто, еще чем-то. Поэтому просто маленький лайфхак, да, использовать верхнюю какую-то одежду, пиджаки и так далее, будет гораздо проще. Кстати, тоже распространенная штука, что все пытаются садиться лицом на камеру. Лицом на камеру, что? Ну, понятно. Чтобы осанка была, или ты естественную позу должна быть? Да, кстати, все постоянно делают, пытаются сделать правильную осанку, и она никого не интересует. Именно поэтому человек перестает быть настоящим, а с фотки смотрятся нелепо. Шутим удобно. Неудобно, да, ну, как бы мучайся. Плохо. Можно модель поменять, как-нибудь. Можно, конечно, здесь были бы туфли, было бы классно, да, так снять. А в это время нужно с человеком общаться, как-то подбадривать, там, вообще прикольно, здорово. То есть, ребят, я что хочу этим сказать? Мы сейчас показываем не как нужно себя вести к профессиональному фотографу, нет, это всего лишь азы для того, чтобы вы правильно фоткали, допустим, себя, друзей, знакомых, близких, хотя бы это. Вот сейчас ты сидишь идеально, потому что это твоя поза. Чаще всего я делаю так, что я общаюсь с человеком, и, ну, наблюдаю, да, что он делает, потому что это твоя поза. Ну, вот, ну, офигительная же фоточка. Ну, то есть, смотрится стильно, дорого, богато, и все, это снято на телефон, да, и вот тебе, по сути, студийная съемка. Скажи, вот, насчет фильтров, обработка, какие есть самые актуальные, самые нормальные, там, платные, бесплатные, можешь перечислить? Фильтров очень много, и можно пользоваться бесплатными, и вообще не париться. Главное, вот, если ты представляешь себе картинку, типа, блин, хочу сделать как-нибудь, типа, прикольно, просто делай и все. по пленочной фотографии. Пленочная фотография была создана огромным количеством художников, которые собрались и сделали идеальное сочетание цветов. И если ты там фотографируешь и гордишься тем, что ты фотографируешь без фильтров, в этом никакой гордости нет. Фильтры сделаны для того, чтобы легче воспринимать фотографию, ну, и все. Нужно просто смотреть за людьми, и это смотрится очень круто. Это не я придумываю позу. Помнишь, ты спрашивал, типа, нужно ли придумывать позы? Люди сами делают позы, которые максимально... Просто нам надо дать им времени, чтобы они раскрылись, да, как им удобно. Да даже не надо много времени давать, нужно просто смотреть, что происходит. Вот многие фотографы думают, ну, или там люди, кто снимают на телефон, думают, что здесь нужно обязательно быстро ведь что-то. Вот, сейчас происходит ровно то, что нам нужно. Все, ничего не нужно придумывать, нужно просто научиться смотреть. Единственное, что мы можем иногда задавать определенные идеи, да, вот, например, мне композиционно было бы прикольно, если бы Алиса сидела на руках, да, ну, то есть, чтобы композиционно замкнуть. И мы сейчас это сделаем. Конечно, когда с детишками фотоем, лучше делать фотографию такую, чтобы она была цветная, потому что, ну, черно-белые фотографии с детишками, ну, да, да, они драматично часто смотрятся. На самом деле, все предельно просто. В любых кафе, заведениях, на улице, мы просто выбираем так, чтобы акцент падал только на людей, ну, ключевой, да, ну, еще какие-то будут дополнительные штуки, и все. Если мы будем снимать в подъезде, да, с плохим цветом, будет все плохо. Главное, свет и какая-то пространство. А дальше, что с ними делать? Ну, супер просто, да, ну, не выдумываем каких-то сложных, типа, как позировать, все остальное. Это все можно придумать, но это не нужно. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в чат, телеграм, который мы создали, там, одни предприниматели, и обязательно участвуйте в конкурсе, потому как у каждого из нас есть мобильный телефон, мы все зарегистрированы в соцсетях. Это того, насколько качественно мы фотографируем, либо нас фотографируют, зависит от качества контента. К сожалению, это так уже в 21 веке. И, кстати, насчет инстаграма, подписывайтесь, вся моя основная жизнь проходит там, я всегда кидаю беки с наших съемок. На этом я с вами прощаюсь, увидимся ровно через неделю. Ребят, пока!